Длинные ноги только что вышел, и этот фильм вызвал огромный ажиотаж. С Большой Михой приходят высокие ожидания, и многие почувствовали, что он не оправдал звание самого страшного фильма десятилетия. Однако в фильме был один момент, который выделялся на фоне остального. Речь идет о первых минутах фильма. Эта начальная сцена заложила фундамент для фильма ужасов и триллера, и к ней вернулись в последней трети, что придало ей особую значимость. Поэтому я хочу разобрать, почему эта вступительная часть была идеальной и, возможно, самым страшным моментом во всем фильме. Давайте обсудим, почему начальная сцена Длинных ног была безупречной. Предупреждаю, в этом видео будут спойлеры. Использование музыки, что меня больше всего поразило в этой сцене, так это использование звука и его отсутствие в нужные моменты. В начале сцены мы перешли от полностью красного экрана, символизирующего опасность, к резкому белому контрасту. Белый дом, белый снег, даже небо было белым. Переход от красного к белому сопровождался тревожным, громким гулом, который, казалось, нарастал, но так и не достиг пика. Звук затих, когда мы оказались в машине, подъезжающей к дому. Использование звука вначале противоречило мирной и спокойной обстановке, заставляя глаза и уши воспринимать совершенно разные вещи, почти путая наши чувства. Большую часть этого вступления было тихо. Но когда появлялись важные детали, как загадочная машина на подъездной дорожке, камера медленно приближалась, сопровождаемая жутким пространственным звуком. Звук, словно отражавший необъятность пространства вокруг юной Ли Харкер и ее желание узнать, что там вдали, несмотря на расстояние. Когда Ли обошла дом сзади, внезапно заиграл струнный инструмент, пока она осматривалась по сторонам. Затем, когда она обернулась, нас поразила крещенда, которая должно было прозвучать, когда длинноногий подъезжал к дому на машине. Это был крайне резкий, пронзительный аккорд. В сопровождении тяжелого дыхания длинноногого, его жуткого высокого голоса и легкого смеха, его речь продолжалась, когда мы впервые увидели его лицо. Прозвучал диссонирующий аккорд, после чего появилась заставка, обозначившая конец вступительной части. Отсутствие звука позволило ощутить пространство вокруг Харкера и дома, а использование звука в крупных планах и при появлении длинноногого было отлично выполнено. Это задало нужный тон и было крайне жутким. Создавалось ощущение олдскульного хоррора, и это, вероятно, вызвало самый сильный испуг во всем фильме. Звук также важен, как и визуальные эффекты, для создания напряжения и страха, и это вступительная часть, яркий тому пример. Он не переусердствовал, а сделал ровно то, что нужно. Что мы увидели и чего не увидели. Эта сцена отлично сбалансировала то, что нам хотели показать, и то, что скрыли. Например, когда длинноногий впервые приближался к дому, мы видели это глазами пассажира. Мы смотрели не с точки зрения длинноногого, а как будто сами сидели там. В машине с ним было что-то очень захватывающее, когда я смотрел это. Мы были прямо у окна. Выбор нескольких ракурсов камеры, когда ли Харкер была снаружи, тоже был отличным решением. Крупные планы создавали напряжение и страх неизвестности, заставляя думать, что что-то произойдет за кадром. Были и очень широкие планы, снятые издалека, которые, казалось бы, должны успокаивать, показывая окружение Харкер. Но на самом деле это имело обратный эффект, подчеркивая ее уязвимость в открытом пространстве, где ей могло угрожать что угодно. Она была одним из немногих цветных элементов в этой начальной сцене. Земля, небо, дом были белыми, даже длинноногий был в белом, а она была в том ярко-красном, который мы видели в первом кадре при переходе. В кадр показывая, что ей грозит прямая опасность. Когда длинноногий впервые появился, это произошло очень внезапно, но мы увидели только нижнюю половину его лица, что оставило простор для воображения. Представляя его, мы опирались лишь на его писклявый голос и тяжелое дыхание. Говорят, что то, что мы представляем сами, может быть страшнее того, что нам показывают. Так что, не увидев его лицо полностью при первом знакомстве и имея только голос, наше воображение рисовало самые ужасающие образы. Когда мы, наконец, увидели его лицо целиком, это длилось лишь миг, а потом он надолго исчез из фильма. Способ дать нам взглянуть и позволить этому осесть в сознании, пока мы снова не увидим его позже. Важность сцены Без остальной части фильма эта сцена не имеет контекста, и это важно, но она стала одним из ключевых моментов во всем фильме, так как именно она способствовала многим убийствам в городе и была причиной того, почему ли Харкер была такой в настоящем. Неуклюжая, забывчивая и непомнящая своего прошлого. В тот день Длинноногий связал мать Харкер и планировал убить ее и Харкер, но чтобы защитить себя и дочь, она пообещала Длинноногому стать его сообщницей и помочь ему совершить убийство, которое он хотел. Он жил под ее домом в подвале, поклоняясь дьяволу, делал кукол, а мать Харкер затем отдавала их семьи, которые она посещала, затем совершали убийство из-за черной магии, таившейся в них. Эта начальная сцена стала катализатором убийств многих невинных семей. В этот момент черная магия овладела разумом Харкер, изменив ее до самого конца фильма. Длинноногий создал куклу, которую она долго хранила, с металлическим шаром внутри, содержащим черную магию. Он действовал как мозг, заставляя забыть пережитые травмы, но также дал ей шестое чувство, помогавшее раскрывать дела, что, вероятно, способствовало ее продвижению по службе в ФБР во взрослой жизни. Эта сцена в начале фильма обрела смысл лишь в конце, когда выяснилось, что это был Харкер, мать оказалась сообщницей. Так что все замкнулось, создав ощущение завершенности. Я считаю, что эта начальная сцена – одна из лучших вещей в фильме. В ней были самые напряженные моменты, лучшее использование звука, креативные ракурсы камеры, цвета, а также самые страшные моменты. Фильм сам по себе хорош, но эта сцена заложила отличную основу, задала тон и подарила кошмарный образ длиннонога, который засел в голове до его появления. Жаль, что весь фильм не был таким же хорошим, как начало, или не сохранил это качество. Но, пожалуй, именно здесь он был на высоте, и не поймите меня неправильно, это была идеальная вступительная сцена для фильма. Вот почему начальная сцена длиннонога... Субтитры сделал DimaTorzok